Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На Радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. После праздников возвращаемся в прямой эфир. Ждём ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. И сегодня мы говорим о латвийском национальном продукте. Это шпроты, рыбные консервы и вообще всяческая рыба. И развитием этого бизнеса многие годы в Латвии занимался Игорь Крупник. Человек с инженерным образованием, кандидат технических наук, а теперь по нынешним временам и доктор. И сегодня он с нами на прямой связи через Zoom. И на связи он с нами не из Лепы, где он прожил 17 лет, а из Израиля. Добрый день, Игорь. Добрый. Добрый. Что же случилось? Шалом всем. Да, шалом, да. Что же случилось? Почему Колумбия переехала в Израиль? Ну, может быть, Колумбия не переехала, но вы-то точно переехали. Ну, здесь комплекс вопросов, но есть, конечно, такие основополагающие вопросы, что вообще-то Латвии нужно понять, что она хочет в финансово-экономическом плане, иметь какую-то программу развития каких-то отраслей и так далее. А не постоянно быть то мостом, то вот я про трубу слышал, между Белоруссией и Европой, вот это финансовый этот центр. Ну, сейчас я не знаю, там это умное производство, видно, шпроты это не умные. И, в принципе, из этого все складываются проблемы. То есть мы развивали достаточно успешный бизнес, строились, привлекали европейские деньги. Потом начались политические кризисы, это 2006 года, 2008 года, потом 2014 год. Ну и банковские чистки, которые тоже нас затронули. Вот, к сожалению, наша борьба, она увенчалась провалом. И было принято решение, что дальше нецелесообразно уже участвовать в этом бизнесе. Ну, я хочу, наверное, напомнить нашим радиослушателям, что Игорь Крупник, в принципе, поднял производство Лепойского консервного завода с нуля. Ну, то есть, когда он туда приехал, это фактически были развалины, завод не работал. И, ну, единственное, ну, одно из решений, которое напрашивалось в тот момент, это просто пригнать бульдозера, очистить площадку на берегу прекрасного торгового канала в Лепой. И, ну, я не знаю, построить что-нибудь такое рекреационное, что у нас теперь модно. Да, мы же какое-то время мечтали, что мы станем такой страной туризма и так далее. Почему же все-таки в тот момент, Игорь, вы решились на поступок, вот, возобновление этого производства? Ну, во-первых, надо понимать, что 17 лет назад и сейчас, я считаю, что экономическая система развития Латвии кардинально отличается. Тогда Латвия, она была на подъеме. В руководстве были профессионалы, если вспомнить, Мартин Широза, это министр сельского хозяйства, многолетний профессионал. Вот, после него был Дуклс, сейчас я не знаю кто. Вот, и тогда привлекались средства, тогда был рынок, понимаете, производство, оно может существовать в современных условиях при трех условиях. Первое, это наличие сырья, второе, это наличие рынка сбыта и третье, наличие современных уже трудовых ресурсов. Что сегодня в Латвии? Ресурсной базы практически нет. Балтийское море, кроме, там, кильки в каком-то объеме, больше ничего нету, а шпрот, извините, это советский такой продукт, который из года в год потребление его падает. Не самый полезный, вот, не самый полезный и не самый развитый. Основной рынок сбыта, конечно, был бывший Советский Союз, 80%, 70%, не знаю, по разным оценкам отправлялось это в страны СНГ, да, Россия, Казахстан, Белоруссия и так далее. Вот, и я тогда имел компанию в Москве, которая дистрибутивная, и было все понятно, есть производство, есть компания, которая может это все дело распространять. Есть огромный рынок сбыта, да, то есть есть сырье. Когда квоты были, наверное, в три раза больше, чем сейчас, на вылов той же кильки, вот, тогда они придумывали всякие диоксины, бензопирены, ну, и всякую вот эту вот ерунду. И понятно было, что у завода есть будущее, развивать можно было, и мы развивали, и европейский рынок, и американский рынок, и в Австралию поставляли. То есть, ну, это составляло, там, 20-30% от общего объема производства. Основное было, один из трех критериев существовал. Даже два критерия существовало. Первое, это рынок сбыта. И второе, трудовые ресурсы. Ведь сегодня практически Латвия, ну, я не знаю, наверное, людей-то нету, трудовые ресурсы убежали, на заводах работать инженеров нету, все остались постсоветские инженеры, кто новые-то, практически их нету. Латвия их не готовит, готовит, там, я не знаю, маркетологов, финансистов, наверное, еще кого-то, вот, но точно не инженерные кадры, а для производства нужны инженеры. И за 17 лет этот начальный потенциал, который был при строительстве, при энтузиазме его строительства и возрождении завода, он потихоньку сошел на нет, ну, не считая мелких брызг, да, потому что там запрет на экспорт, там, там, бензопиреновые кризисы, потом эти банковские, когда там у нас главный в стране, это администратор неплатежеспособности, в данном случае это администратор Траст Коммерс Банка, да, там, одного убили, другого посадили, не знаю, сейчас вот третий, наверное, вот сейчас он вроде завод продал, может быть, литовцы что-то придумают, хотя у меня большой по этому поводу скепсис. Ну, вот, кстати, о продаже завода, да, недавно в НЭД Карригорита Авиза было интервью одного из нынешних совладельцев фирмы Атлантика, Атлантика, нет, бывшая Кая, и он сказал, что он предлагал банкротировавший завод в РОИ купить кому-то из своих давних партнеров, и когда они явились туда, в эту РОИ, к руководителю самоуправления и сказали, что им для завода нужно 150 человек, тот просто поднял их на смех и сказал, что, ну, вы знаете, нам 150 человек надо вокруг 150 километров искать, я вам здесь людей столько не найду, ну, то есть, нам казалось, что уж как раз в провинции это с работы так сложно, что люди хватаются как бы за любую возможность, однако оказывается, что нет, и из провинции люди уехали, и они не ждут у моря погоды, не сидят, не выращивают картошку, а все-таки пытаются найти применение своим силам. Ну, вот в городе Лепое, да, получается, что эта рыбоперерабатывающая промышленность была вами подхвачена, потом получилось, что 450 человек не были рабочих мест и не были основанием для того, чтобы вот тот самый администратор неплодежеспособности все-таки ориентировался на производство, а не на сиюминутную свой карман. Как же так получилось, что пережив все бензопиреновые кризисы политические, там финансовый кризис 2008-2009 года, после которого я вот лично вспоминаю, что мы в экскурсии в Грузии ездили на Казбек, а потом у нас, ну, случилась там небольшая поломка по пути, и мы просто гуляли вот по горам и зашли в какой-то малюсенький магазинчик, и что же меня удивило в этом магазинчике, что там красовалась огромная полка с лепайскими консервами, я просто их там засняла на телефон, поставила в фейсбук и сказала, смотрите, какой крупник молодец у нас, он до каких точек дошел со своим продуктом. Наши консервы туристы находили в степях Монголии, банку с нашей этикеткой. Как бы это, мы старались везде, конечно, распространять, вы понимаете, проблема не в лепайском заводе, не в рыбообработке, проблема в том, что должна быть, понимаете, какая-то финансово-экономическая программа у государства. Ведь есть масса современных примеров. Возьмите Тайвань, возьмите Сингапур, возьмите, там, я не знаю, Израиль тот же самый, да Ирландию возьмите, страны, которые за 30 лет поднялись с минуса, с вообще ничего, поднялись и стали развитыми экономиками, не имея ни ресурсной базы, ничего не имея, даже людей не было, понимаете? А они же за счет чего-то поднялись, вот смотрите, Израиль, да, пустыня. Вот мы сейчас сидим, а извините, на улице 36 градусов, вот, что здесь будет расти, и дождей нету. А все растет, и все есть. Даже анекдот есть. Вот, говорит, ну, Украины воды много, говорит, но воды нету, говорит. А в Израиле, говорит, воды нету, а вода есть. Вот это, говорит, сюрприз. Вот. Понимаете, должна быть программа. И тогда будет понятно. Ну, нету, по большому счету, ну, это мое мнение, в Латвии нету грамотных глобальных экономистов. Но есть, наверное, программы европейские деньги, есть это. Наймите группу, пускай они изучат, что же в Латвии вообще можно делать. Ведь люди уезжают. Вы посмотрите, в Лепая пустая, вечером едешь в 9 часов по центральным улицам, и кажется, что из-за угла зомби выйдут. Одни фонари, ветер и пустота на улицах. А 17 лет назад люди были, можно было выбрать, можно было научить. А сейчас даже учить некого. Понимаете, средний возраст у меня, я уходил с завода, у меня средний возраст, если я приходил на завод, и мне говорили, что основной наш работник это РБ-45, это, извините за выражение, русская баба, 45 лет, вот, то я уходил, им было по 60. Вы понимаете? И практически никто не пришел. Вот и все. На чем будут сейчас литовцы работать? Кто им будет эти крабовые палочки класть? Не знаю. Но надо тогда завозить. Политику нужно сделать экономическую. Чтобы люди ехали сами, возвращались. Вот тогда можно любую теорию рассматривать. Или, знаете, как, я, конечно, не хочу в политику вдаваться, да, вот, я приехал в Израиль, как бы, ну, ладно, что у меня 17 лет в Латвии жил, мне даже не дали постоянного вида на жизнь, но не заработал. Ну, ну, бывает. Три завода построил, но вид на жизнь не заработал. Вот. В Израиле мне сразу дали гражданство. И пригласили вот на завод, возглавить завод здесь на границе с Ливаном, электротехнический завод какой-то оборонный, не знаю, ну, по моей бывшей специализации. Я им говорю, ну, что вы, ребят, ну, как я могу возглавить какой-то завод? Я же, говорит, языка, говорю, не знаю. Я вот сижу там, это, чего-то, говорю, пытаюсь учить, да, но уже, как бы, сложно, да. Они мне говорят, знаете, в Израиле есть, говорит, пословица, что мозг руководит языком, а не язык, говорит, мозгом, говорит, мозг. Поэтому нам главное, чтобы мозг, говорит, был, а там, говорит, мы найдем, говорит, кто вам переведет. Понимаете? Ну, вы знаете, я тут вижу еще один аспект, который вы упомянули, о том, что должна быть программа. Это я все понимаю, но ведь в вашем случае не то, чтобы приоритеты поменялись у государства, да, и оно бы объявило громко, что мы не поддерживаем больше рыбопереработку, это больше не наш национальный бизнес, и поэтому, ну, уходит крупник, закрывается Колумбия, и нам плевать. Но такой декларации не было, и вы, пережив все кризисы, попали под финансовую, фактически, чистку, да, там, вот, под генеральную уборку банков, в ходе которой проявились все, как говорится, перегибы этого процесса. Ну, мало того, что, ну, банк, в котором вы обслуживались, в котором у вас были, наверное, кредитные линии, какие-то другие обязательства, но лежали и ваши имеющиеся деньги, ну, предприятия, да, то есть вы тут же попали вот в эту, в эти ножницы между положением кредитора и дебитора, то есть ваши долги поставили в длинную очередь, ну, то есть то, что банк должен вам, наличные деньги, которые у вас лежали на счетах, у вас каким-то образом испарились, их не перезачли в погашение кредита и так далее, однако кредиты стали требовать с удвоенной энергии. И более того, произошел еще один момент, о котором вы мне рассказывали, когда фактически решением администратора это предприятие и было пущено на дно, да, то есть не было заинтересованности со стороны администратора в том, чтобы оно просто работало, а был другой какой-то интерес. Вот почему этот интерес оказывается важнее государственного, важнее судеб, там, сотен людей и так далее. Вот это вопрос, который не дает лично мне покоя. Ну, я, понимаете, я не хочу указывать государству Латвии, я не гражданин этого государства. Был бы гражданином, наверное, бы указал. Вот. Но вы правы, у меня было, мы только построили крабовый завод, только получили европейское финансирование, и на счету находилось 500 тысяч евро, при том, что общая по этому предприятию кредитная нагрузка была миллион сто. 500 тысяч слезал языком администратор, сделал меня кредитором банка, а этот миллион сказал, нужно платить регулярно. Это первый момент. Конечно, что это безобразие. Европейские деньги взять, украсть, это, ну, по-другому это никак не назовешь, как воровство. Вот. Мало того, надо отдать должное. И администрация города, и тогда министр сельского хозяйства Дуклов, они в это дело ввязались, они связались с банком Цитадель, с управляющим, не помню, как фамилия Гентерс зовут его. Вот. Я поехал туда, приехала ко мне делегация, мы готовили документы, и они дали бумагу администратору банку, что они готовы перекупить кредитные требования. Вот. Наш администратор сказал, вы знаете, а я хочу больше заработать. А мне впрямую сказал, говорит, извините, а я что буду с этого иметь? Ну, я же это не прилеплю к делу. Я говорю, как, чего, говорю? Я не знаю, говорю, чего, но я точно не готов, говорю, извините меня, это что-то здесь рассматривать, какие-то варианты. И все посыпалось, потом его арестовали, вот, потом другого назначили, ну, и так далее. И последний, вот, может быть, еще сегодня работал завод. Мы не уходили совсем уж плохо. То есть завод работал, он людей уволил, со всеми рассчитался, с кредиторами рассчитался. То компания, которая управляла последнее заводом, Лебава. Я приехал к нему, как сейчас помню, это был, по-моему, 1 августа 2020 года. И говорю, значит так, давайте мы с вами договариваемся, или не договариваемся. У меня лежит рыба на холодильнике. У меня люди готовы, говорю, 15 сентября выйти на работу. Все готовы, все ждут. Со всеми все рассчитано, ну, кто-то не выйдет, но все ждут. Мне нужно одно, одно от вас. Мне ничего не нужно, кроме одного. Вы мне даете бумагу, что я год могу работать. И вы завтра не прибежите, не начнете опять какие-то свои эти прибамбасы. То вы продаете, то вы передаете, то вы, извините, закладываете, то раскладываете. Год меня не трогаете. Я работаю. Занимайтесь своими делами, не знаю чем, как угодно. Он мне сказал, не, ну я могу там месяц-два потерпеть. Я говорю, месяц-два для производства это ничего. Поэтому до свидания, говорю, ключ под кувриком. Я 1 сентября покидаю предприятие. Так я и сделал 1 сентября. Мы всех рассчитали. Я говорю, единственное, у меня, говорю, к вам предложение. Такое, ну чисто по-человечески. Мы отдаем завод, он в исправном состоянии. Хоть кнопку нажимай, завтра работает. Все чистенько, все вымыто. Оставьте механиков дежурными по заводу вместо охранной фирмы. Потому что завтра надо будет запускать завод, вы механиков не найдете. У кого у меня своя охранная фирма, мне не нужны никто. Все, люди были уволены. А сегодня их нет. Один, я знаю, на этом ушел работать в завод, где корабли строят. Другой еще куда-то. Третий еще куда-то. Не знаю. Вернутся они, не вернутся. И на таких условиях. Да, и еще основное. Я говорю, понимаешь, что если бы ты был коммерсант, я бы с тобой разговаривал как коммерсант. Да? Но ты же, говорю, государственный чиновник во всех рангах. Какие представляешь интересы государства. Так почему ты не хочешь их отстаивать в данном случае? Мне, говорю, все равно, ладно. Я, говорю, соберу свой чемодан, в конце концов, обидно, досадно. Вот. Ну, что ж, жизнь так получилась. Так что вот, это надо государству решать вопрос. Иначе эти администраторы его съедят. Это как червяки внутри тела рыбы. Да. Просто какая-то ужасная история, с моей точки зрения. Что получается, что, ну, во-первых, ну, вот так, ваш подтекст, я понимаю, так, что у вас требовали взятку. Ну, как, что, человек требовал, чтобы ему занесли что-то, чтобы он дал возможность вам работать. Ну, не продавать завод, вот, в том случае, когда цитадель готова была перекупить. Я так не могу, я так не могу утверждать. Это субъективное мнение. В лоб мне никто так не сказал. Вот. В лоб мне никто не сказал, давай занеси мне на карман, вот столько-то денег. Ну, слава богу, до такого формализма не дошло. Да, но человек говорит, а зачем мне это надо? Я хочу больше. Я говорю, ну, больше не даю. Вот банк дал официально, кредитный комитет, это цитадель, это солидный банк. Вот он дает деньги. Отдай завод. Получишь деньги. Так мало того, продали в два с половиной раза сейчас дешевле, чем предлагал тогда, пять лет назад, банк. Пять лет назад. Уже давно бы эти деньги отдали бы несчастным вкладчикам, я не знаю, государству, я не знаю, кому. Вот. И никто за это не отвечает. А эти все бумаги есть. Официально это же решение кредитного комитета банка с печатью, подписью управляющего. Ну, как так? И кто будет отвечать за эти, извините меня, три миллиона, которые потеряли вкладчики банка? Элементарно. Вот, даже вот здесь. Сейчас я не знаю, за сколько они, за два продали, за два двести, тогда около пяти предлагают. За этот завод. Перекредитацию. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламную паузу, и через две минуты вернемся в эфир, будем ждать звонков наших радиослушателей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем нашу программу. Сегодня мы обсуждаем перспективы рыбной промышленности в Латвии с человеком, который отдал этой промышленности 17 лет работы, возглавлял предприятие Колумбия в Латвии, в Лейпайе. И это предприятие выпускало очень много различных видов инновационных продуктов. Об этом мы сейчас расскажем попозже, а сейчас у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите! Добрый день, вот скажите, пожалуйста, вот вы два образа очень точно обрисовали, значит, здесь, в Латвии, вы, значит, язык управляет мозгом, это раз, и второе, вы сказали, как червяки в рыбе. И вот этот процесс, здесь рыба усыхает, государство, червяков все больше и больше. И вот как вы считаете, сколько это может продолжаться? Вот вы же, как бы, производственник, ну, человек умный. То есть, вот, она, эта парадигма, этот тренд, они не изменятся. Это все так же и будет продолжаться. Язык важнее всего, ну, то есть, национализм. И червяки, мы уже на втором или на каком месте в мире по чиновничеству. Ну, когда-то же это закончится. То есть, вот как по-вашему, насколько это может удовольствие растянуться? На 5, 10, 20 лет? Все хорошее. Да, спасибо. Но я бы хотела все-таки немножко здесь свои 5 копеек вставить насчет чиновничества. Понимаете, само по себе чиновничество, наличие его не является ни препятствием, ни, там, залогом краха государства. Да, чиновники нужны, они выполняют какие-то важные функции. И, может быть, в принципе, в Латвии не самые плохие чиновники. Но дело все в том, что люди на государственном посту заботятся не об интересах государства, как мы увидели из рассказа Игоря Крупника, а о своем личном кармане. Вот это является синдромом разложения, синдромом поедания государства изнутри вот этими жадными червяками, которые как паразиты, ну, фактически съедают тело страны, в которой они находятся, в которой они должны функционировать как государственные ресурсы, а функционируют они как поедатели этих ресурсов. А сейчас, Игорь, ваше мнение, когда же это кончится, на чем сердце успокоится? Вы знаете, поскольку Латвия входит в Европейский Союз, и она не самая главная страна и регион, она не донор Европейского Союза, то я думаю, до тех пор, пока Европейскому Союзу будет нужно это формирование государственное, оно будет существовать. К сожалению или к счастью, это уже каждому решать самому. Другое дело, если государство Латвии или люди Латвии хотят сами управлять своим, как говорится, будущим и своим материальным положением и своей страной, то, конечно, они должны что-то предпринимать, эту программу какую-то сделать, есть примеры, и действительно, Латвия уникальная страна, в принципе, с огромным потенциалом, не самыми глупыми людьми, да и не самыми плохими чиновниками, я с ними сталкивался, вот, очень много. У ней есть потенциал, огромный потенциал, но, извините, надо его каким-то образом использовать, ведь, посмотрите, сколько воды, вот, пожалуйста, с точки зрения рыбопромышленности, ну, наверное, там, перерабатывать кильку еще какой-то период времени, наверное, год, пока датчане не отберут и скажут все на рыбную муку, все там, этот, диоксин, все, хватит из них шпроты, кушать нельзя, нам не хватает сырья для рыбной муки, и все кильку отдадут датчану, не вопрос, я думаю, что это произойдет в ближайшие, там, несколько лет, к этому тенденция уже давно идет, но посмотрите, сколько рек, сколько озер, сколько воды, выращивайте рыбу, рыборазведение, вот тема, малые трудовые ресурсы, достаточно высокая добавленная стоимость и достаточно высокий интеллектуальный потенциал, и можно создать комплексы, да, только деньги сконцентрировать надо, может быть, государственную программу сделать, может быть, государственно-частное партнерство, потому что для начала создать инфраструктуру, и можно, извините меня, стать второй Норвегией по экспорту телосося, а здесь, пожалуйста, выращивайте, вот мы выращивали осетров, выращивали форель, выращивали африканского сома, ведь для этого все есть, энергетики хватает, воды валом, сколько хочешь, озер, прудов там и так далее, вот, пожалуйста, новационная вещь, которая можно использовать для развития том же словом рыбной отрасли, надо уже поставить кресло рыболовцев, нечего ловить в Балтийском море, оно грязное и пустое, извините, но оно так. Да, сейчас у нас есть звонки, давайте послушаем, добрый день, говорите. Здравствуйте. Я еще хочу одно выражение сказать, которое Наполеон сказал. Если осел управляет стадом львов, то оно всегда проиграет тому, кто ослу управляющий. Ну, короче говоря, в Латвии управляют ослы, поэтому так оно будет все время, и ничего здесь не будет хорошего. Я как инженер говорю о производстве. Ну, не совсем так, не совсем так, значит, и не так. В Латвии достаточно хорошие, есть управленцы, есть грамотный потенциал, есть, в принципе, еще остаточная научно-техническая база, ведь Латвия была в Советском Союзе. Вы посмотрите, какие были высшие учебные заведения и академики. Это было и военные, это механики, это было и аркига гражданской авиации, это был и Рижский политехнический институт, и университет и так далее. И они выпускали специалистов высокого уровня в различных отраслях. Не все они еще убежали, что-то еще происходит, поэтому потенциал-то есть. Просто его нужно взять и использовать, в конце концов. А чиновники, они везде, во всем мире плохие. Вы думаете, вон в Израиле какая экономика? Думаете, здесь хорошие чиновники? Не могут уже за два года, четвертые, будут сейчас пятые выборы, не могут правительство выбрать? Нету? Живет страна без правительства. Четыре года. И ничего? Давайте еще послушаем радиослушатель. Добрый день, говорите. Да, добрый день. Про политику не знаю, я немного в рыбной теме. Значит, смотрите, вам может быть интересно, вот в Латвии даже выращивали акул, креветку. В Латвии есть системы, которые были изобретены в свое время для разведения рыбы на Луне. Они здесь активно работают, и здесь с этим все нет проблем. А, нету сбыта, Б, слишком высокая стоимость получается этой рыбы. Любой рыбы. От осетра до форелей, до карпа, все что угодно. Просто не исключительно этим заниматься, к сожалению. Спасибо вас за ваш комментарий, Игорь. Ну, вы занимались выращиванием. Как вы считаете, можно конкурентоспособную цену обеспечить? Это второй вопрос. Значит, вы понимаете, вот я не знаю, наверное, лет восемь уже вопрос про этот несчастный коз идет, который вообще непонятно, откуда взялся, и непонятно, почему он при, особенно к промышленным предприятиям. Он металлург навернул в свое время, да и мы от него страдали очень сильно. И это, конечно, энергетика, которая должна быть в Латвии валом и дешевой. Своя гидроэлектростанция, поставьте еще одну, или это ветряные всякие станции, ветер будет лепая постоянно. Должна быть дешевая, конечно, энергетика. Это однозначно. Это уже, как говорят, это такие вещи, да, вот необходимые. Но даже на этом фоне, даже на фоне того, что у нас дорогое вот это все, у нас, у нас, я еще в Латвии говорю, по привычке, вот, есть огромный потенциал, потому что у нас речки текут бесплатные, у нас пруды и озера бесплатные, а везде вода стоит огромных денег. Пожалуйста, выращивайте. Рынки сбыта сложно. Была бы Россия, ну, да, как говорят, это ласковый теленок у двух маток сосет. Вот, можно было бы и в России, и в Европе, и во весь мир продавать, но, несмотря на это, в этом есть потенциал. Пожалуйста, да, выращивали креветку. Конечно, не наш регион. Вот, а карпа того же, фореля, ситра, там, я не знаю, самов и так далее, их можно выращивать. А в мире идет дефицит рыбного сырья. Рыбное сырье дорожает рыбам. И это работа на будущее. Понимаете, мы не успели, к сожалению. Потому что мы поставили только один комплекс рыборазводческий, такой, как говорится, базовый. А дальше у нас было, предполагалось, 3 гектара, и мы хотели довести рыбовыращивание до 5 тысяч тонн. Да, конечно, 100 тонн, то, что мы выращивали, это ничего. Это только для внутреннего рынка, которого практически нет в Латвии. Вот, а если уже это 50, 15 тысячник поставить, то это уже конкурентоспособные вещи. Но это нужны огромные деньги. Кстати, программа была такая. Трачук занимался. Да. Вместе с литовцами, вот, хотели, но государство не поддержало. Непрофильно. Вот рыба непрофильна в Латвии. Вот почему непрофильно? Для меня, вот, я считаю, что два природных ресурса в Латвии есть. Это лес и вода. Почему рыба непрофильна, если она в воде живет? Непонятно. Только опилка, что ли, противно? Понятно. Есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вот, знаете, хочется вас спросить, а как же повернется вектор все-таки? И что для этого надо, чтобы Латвия начала развиваться, а не сидела на европейской этой игле, да? Вот, как бы, посмотреть, что, если мудрость, значит, вековая, мировая, не хочешь войны, не ищи врагов. А похоже, что Латвия вот рвет рубашку на груди, ей так хочется повоевать с Россией. Ну, наладится когда-нибудь отношение с Россией. В конце концов, это же смешно. Везде в первых рядах враг России. Мы, русские, должны тут ненавидеть Россию. Мало того, россияне, граждане России, если только они там патриоты, если они там молятся церковь за своего президента, то это уже вражеская церковь. Сюда даже православного этого, эпархия этого не пускают. Запрет, запрет. Вот когда это кончится, и когда латыши перестанут избирать вот таких на руководство Латвии, по-моему, в этом весь кроется. Но русские, они мягкие, они нежные, они простят всякие подлости и будут искать свой интерес. Вот когда это все закончится? Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, пример мягкости и уступчивости сидит перед нами вот на расстоянии 3000 километров. Игорь Крупник, который за 17 лет своей работы в стране не удостоился даже постоянного вида на жительство. Не то чтобы гражданство за особые заслуги или ордена трех звезд за то, что он сделал в нашей промышленности. Ну, к сожалению, как есть, так есть. Наверное, нам надо знать, что такие люди есть, они работают. Конечно, не у всех хватает терпения так, как у Игоря, сколько он, так сказать, на своих плечах вытащил и боролся до последнего за свой коллектив, за тех механиков, которые могли бы пустить завод с кнопки с одного нажатия. Но, к сожалению, вот в теперешней, так сказать, парадигме управления государством такой подход патриотический не находит поддержки. Вот где еще искать больших патриотов, чем Крупник, который сидит перед нами? Давайте еще послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый день, говорите. У нас еще есть возможность принять звонки. Давайте мы послушаем. Добрый день. Доброе утро. Доброе. Спасибо вам за такие передачи. Я их жду каждый день. И хочу так, на веселой ноте закончить. Дело в том, что я в свое время, я очень старый человек, в свое время я встречалась очень часто в Москве с человеками, ну, если не верхнего, то среднего уровня. И там бытовала такая поговорка. Они говорили, мы живем, как живем. Но если бы не две японские фирмы Яцава и Кикава, мы бы жили плохо. Да. Спасибо вам. Будьте здоровы. Я бы что хотел посоветовать, вот если, конечно, это прислушать. Да. Вот возьмите пример с Израиля. Не надо ехать латвийским чиновникам в Швейцарию за обменом опытом, я не знаю, там, в Англию, Брюссель. Приедьте в Израиль, поговорите, посмотрите. А знаете, что в Израиле 30 тысяч живет выходцев из Латвии? 30 тысяч. Немаленькая диаспора. Вот. И посмотрите, как они организовывают это все дело. Возьмите пример. Элементарный, может быть, специалистов, не самые глупые. И, может быть, действительно, а многие очень любят Латвию. У меня друзья здесь есть, которые, ну, коренные израильтяне, да? Они каждое лето приезжают в Латвию. Им очень Латвия нравится отдохнуть там и так далее. Коммерческие связи какие-то раньше налаживали, сейчас ничего не налаживают. Посмотрите. Дальше. Посмотрите Нетаньяху. Пускай он там плохой, его здесь на каждом углу только ленивый не споняет. Не пинает. Вот. С флагами бегают на метрисистациях. Но ведь он, смотрите, с президентом Америки общается, с Путиным общается, туда поставляет, сюда поставляет. Страна живет. Понимаете, не обязательно же быть это, вот, знаете, как это, только в одну сторону. Маленькие страны, они должны быть очень гибкие. И, в принципе, стараться со всеми большими странами ужиться. Это их выживаемость. Поэтому я думаю, что на Латвии крест ставить рано. И, хотя народу осталось, конечно, немного, приедут. В Ирландию вернулись люди. А ведь в Ирландии людей не было. Когда было. И хуже ирландца, по-моему, никого не было. Это было как именно рисательное, ирландец. Да, особенно у англичан. Да. Если я правильно помню. А сейчас Ирландия, посмотрите. Она чуть ли не лидер экономики. Развилась. А все, 30 лет прошло. 30 лет. С того момента, как она из аграрной, отсталой страны стала современной, экономической, с высоким уровнем ВВП на душу населения. Поэтому есть на кого просто надо желание. Да. И немножко политической воли. Политической воли. Давайте еще последний звонок примем сегодня радиослушателя 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. Говорите. Да, доброе утро. Да. Я вот такой, ну, как бы, может быть, в конце задал шуточный вопрос. Я почувствую, что такой большой бизнес уходит у нас в Латвии. Большие предприятия. Я вот как молодой еще бизнесмен у нас там, бизнесу 7 лет примерно, но я вижу какую-то перспективу в Латвии, но понимаю, что выше головы мы прыгнуть пока что не можем, где-то нас прижимают и все, но все-таки стараюсь делать бизнес в Латвии. А вопрос у меня будет такой простой, как бы, суточный, ну, ответьте, пожалуйста, на него. Вот шпроты как надо есть, с хвостиками или без? Спасибо. Игорь. Не, хвостики не едят в шпротах. И вообще традиционно вот это гамма делает, это надо и отдать должное. Вот эти, я не знаю, сейчас гамма работает, нет, там тоже были проблемы. Вот, они тоже то закрывались, то открывались, из Риги уехали. Ну, это везде тенденция такая была. Хвосты, конечно, надо отрезать. Вот, в принципе. И не делать, как в Казахстане, шпроты с головой. Вот, это тоже неправильно. Я такие тоже видел. Так что шпроты надо есть без хвостика. Тело только. Понятно, спасибо. Бутербродик со шпротиной без хвостика, пожалуйста, каждому на завтрак. Ну, последний звонок давайте еще раз. Добрый день. Говорите. Добрый день. Да. Добрый день. Да, слушаем вас. Я вот думаю, что Латвия в Союзе, я имею в виду в Советском Союзе, была ведущей республикой. Сейчас она в другом Союзе в хвосте плетется. И пока у нас вот такое правительство, такие правители, которые разрушают экономику, начиная с дня независимости, начали планомерно все разрушать. Экономику, производство, сельское хозяйство. Это вредители, которых давно пора судить и наказывать. А вот такие, как сейчас у нас, извините, это засманный казачок из Америки, Каринч. Вот. Ну, естественно, ничего хорошего не будет. И эти червяки в лице администратора, поэтому и расплодились. Понятно, спасибо. И продолжат отстреливать. Ну, никому не дай бог, конечно, пасть жертвой какого-то преступления. Я хочу сказать, что приглашать менеджеров высокого уровня из высокоразвитых стран не самая плохая идея вообще-то. Да? То есть это мировая идея. Поэтому то, что он приехал, извините меня, не из Пупуа, Новая Гвинея все-таки, а из Соединенных Штатов Америки, страна с высоким уровнем развития, да, вот, это не самая плохая, самый плохой вариант. Вот. Поэтому другой приехал, по-моему, из Германии. То есть, в принципе, вроде бы, но вот я пока не вижу, да, может быть, вот ковид помешал, может быть, у них есть далеко идущие экономические планы. Вот. Хотя у нас существовала пословица, что можно посадить 10 профессоров, и они никогда не решают ни одной задачи. То есть, они решают задачу, извините меня, школа. Школа научная. Вот. Может быть, они, дайте им возможность. Я же не знаю, понимаете, всяк... Хотя я вам хочу сказать, ни одного хорошего правителя ни в одной стране я еще не слышал. Вот. Потом, когда помирают, некоторые говорят, что действительно был, наверное, хороший. Вот. А так, когда правит никто, хороший нет. Ни один директор завода хорошим не бывает. Вы что вы? Вот. Только когда вот уходят, говорят, да, это же жалко. Да, жалко. Ну, кстати, по поводу того, что жалко, это, конечно, я бы здесь опять вспомнила Шлессерса, который, кстати, о примере Ирландии говорил еще 10 лет назад и предлагал использовать этот опыт для того, чтобы развивать Латвию. Но, к сожалению, силы, которые, ну, теперь являются главенствующим в государстве, в тот момент не поддержали эту идею. Они попытались сделать все, чтобы Шлессерса свалить и таких людей, как он, которые все-таки сделали бизнес, ну, в отличие от наших импортных руководителей теперешних, которые к бизнесу, ну, в принципе, имеют очень мало отношения. И я надеюсь, что, может быть, сейчас люди, посмотрев на всю ситуацию, на следующих выборах, которые будут уже в следующем году, сделают какой-то более осмысленный выбор, ну, надеяться на это не очень стоит, наверное, этот выбор всегда разочаровывает тех или иных наблюдателей. Вот. Но мы, в принципе, знаем, что была у нас вненациональная или многонациональная коалиция в Рижской Думе, которая сделала сейчас многое. И как раз на фоне тех обещаний, которые дали их последователи, мы сейчас можем оценить, что было сделано этой коалицией, воздать должное людям, которые руководили городом в то время. И, ну, буквально за 10 лет они этот город преобразили. Сегодня мы обсуждали перспективы рыбной отрасли в Латвии. Наш собеседник Игорь Крупник, который 17 лет руководил рыбоперерабатывающим заводом в Лепое и создал еще несколько предприятий там, считает, что перспектива Латвии в аквакультуре, в рыборазведении, поскольку воды у нас для этого достаточно, а мозги и рабочие руки к этому приложатся, если будет на то государственная воля. Будем надеяться, что нас услышат люди, которые принимают решения и начнут думать в этом направлении. Спасибо. В программу подоплека провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копень. Всего доброго. До встречи через неделю.